Юридическая логика, что подсказывает, господин Морджинин, каким должно быть решение Конституционного суда? Мне подсказывает то, что Конституционный суд может сделать, и я уже боюсь прогнозировать. То, что наш Конституционный суд сделал и делает, то я уже боюсь прогнозировать, что он может вынести, какое решение. Потому что нынешний Конституционный суд ничем не отличается от того, который ушел в отставку. И мы говорили, что он существовал для осуществления захвата государства или захвата власти. Так как они вынесли решение парламентам о том, что наша власть была захвачена, то сейчас ничем не отличается от той власти. Вы посмотрите, по тем же лекалам идут, по тем же лекалам. Другого способа или других лекал они просто не могли придумать. И вот то же самое повторяется. Вот сейчас возбуждены уголовные дела по тем же статьям, которые возбуждали против них, против актуальной власти. То есть им тогда не нравилось. Но почему делаешь ты то, что не нравилось тебе? Или то, что ты считал, что это противозаконно, почему то же самое делаешь ты? Ну, такие вопросы. Или они думают, что после их ухода с власти не может быть такого же решения, но уже с окончательным. Потому что они только вынесли решение и ничего не было дальше доведено до конца. Нужно было издать закон и соответствующие статьи, нормы, запрещающие кое-чего. Но вы же знаете, у нас каждая власть думает о том, что она нам всегда... Их ухода от власти может быть и еще одно решение парламента о захваченном государстве и с продолжением закона. И боюсь, что им не понравится то, что будет. Продолжение следует...